Доброе утро! Доброе утро! Все непременно сбылись. Ну а нашу программу откроет не менее зимняя тема. Мы расскажем, как ухаживать за пуховиком. Сезон пуховиков уже давно открыт. Я думаю, что уже настал момент, когда их необходимо почистить. Если неправильно ухаживать за пуховиком, то очень скоро все его потрясающие качества превратятся в нечто ужасное и бесполезное. Поэтому рекомендуем вам прислушаться к советам. Каждую вещь надо стирать. Пуховик непригоден для замачивания. Для него необходима деликатная стирка при невысокой температуре 40 градусов. Отжимать его надо легкими движениями. Для пуха продаются специальные средства. Обязательно пользуйтесь ими. Таким образом вы сможете полностью обеззаразить наполняющий пуховик компоненты. Сушить пуховик на батарее запрещено. Для этой цели подойдет крепкая веревка, на которую вы сможете повесить расстегнутый пуховик. При этом помещение должно проветриваться. Можно пойти простым путем и отдать вещь в химчистку. Только выбирайте проверенное заведение. И при приеме одежды обратно не стесняйтесь, как следует ее проверить. Также в магазинах вы можете увидеть влагоотталкивающие средства. Использовать их надо нечасто. Сразу перед стиркой и во время дождя. Пуховик можно носить в любом возрасте. Он легкий и теплый. А для зимы это очень важные показатели. Выбирайте себе правильный пуховик. И тогда даже в огромный мороз вы будете чувствовать себя комфортно. Флэш-носители уже давно заменили компакт-диски, тем более флоппи-диски. Наверняка сейчас у редкого компьютера можно встретить дисковод для флоппи-диска. Это уже такое ретро, что вызывает удивление. Флэш-носители гораздо более мобильные и надежные. И объем современных флэш-носителей позволяет вмещать в себя огромное количество информации. Про флэш-носители мы поговорим в следующем сюжете. Если сравнивать флэшку с жестким диском, то флэшка надежнее, так как в ней отсутствуют какие-либо подвижные элементы. А значит, если вы ее случайно уроните, с вашими данными ничего не случится. Единственное ограничение у всей флэш-памяти – это количество циклов записи-перезаписи на нее информации. Средняя флэшка спокойно выдержит до 100 тысяч циклов. Другими словами, если каждый день пользоваться флэшкой под несколько раз, вам ее хватит на 10-15 лет. Стоит несколько слов сказать о флэшках в прорезиненном, в водонепроницаемом корпусе. Конечно, они удобны. Их можно ронять в лужи или проливать на них чай. Однако имейте в виду, что герметичность корпуса со временем нарушается. Да и нырять с такой флэшкой можно только на глубину, строго указанную производителем. Следующие несколько минут будут посвящены отнюдь нерадостной теме. И вместе с служителем церкви мы обсудим тему бесплодия. Как верующий человек должен относиться к этому? И есть ли надежда в искренних молитвах попросить у Бога ребенка? И правда, как церковь относится к бесплодию? И Аким, и Анна родили поздно. И Анна Крестителя тоже уже старые были. Авраам с Сарой были. Ему ангел говорит, Сара родит. Он говорит, как родит? И 90 лет. Невозможно у человека, возможно у Бога. И мы имеем эти примеры. Поэтому, и если вот бесплодия есть женщины, они должны молиться, если они хотят ребеночка. Молиться усиленно и просить, и будет. У меня был пример, я служил в Красноярске батюшке. Ко мне, у меня были друзья, муж с женой. Он командир самолета летал, а она бригадир-сюардесс. 12 лет прожили, детей нет. Красивая пара, все. И он хочет детей. Ну и согласны разводиться. Я говорю, не надо, поезжайте в Почаев, это Тернопольская область, там Лавра. До Божьей Матери, до иконы. Попросите со слезами, все будет. Они меня послушали, поехали, помолились. Через год родили хлопца. Вот и все. Все у Бога возможно. Только надо обратиться с надеждой. И не то, что, а может, а может, точно, вот мне Господь даст все. И так Господь все дает. Это мы уже очень много опыта. У нас вот сейчас вопрос поднимается же против абортов. Мишки Тедди, милые мягкие игрушки. Наверняка у многих наших телезрителей они есть дома. Правда, как любая мягкая игрушка, она имеет свойство впитывать в себя пыль. А вот очистить ее от пыли – это довольно трудоемкое занятие. Но в следующем сюжете мы расскажем, как ухаживать за мишками Тедди. Авторский мишка – это не просто игрушка. Это предмет коллекционирования. Поэтому он требует к себе более бережного отношения. Такой мишка не предназначен для детских игр. Это указывается в паспорте коллекционных медведей. В процессе игры может пострадать не только сам мишка. Мелкие детали могут представлять опасность для ребенка. Также следует беречь мишку от домашних животных – от пыли, от моли, от влаги, от солнца, от огня. Таких мишек нельзя стирать. При стирке может повредиться авторская тонировка. Также могут испортиться крепления, раскиснуть диски, заржавеют металлические детали. Если все же мишка в каком-то месте случайно запачкался, то можно максимально осторожно попробовать его почистить. Если средство сухой чистки не подходит, то попробуйте почистить мишку водой и мылом. Нельзя подставлять мишку под струю воды. Смочите в воде пальцы, чуть-чуть на мыльце, протрите пальцем испачканный ворс, так, чтобы вода не попадала на основу. Также аккуратно еще раз протрите чистыми пальцами шортку, чтобы удались мыло. Высушите феном. Нельзя сушить мишку на балконе. Пыль с улицы только еще больше загрязнет его. Для того, чтобы мишка как можно дольше вас радовал, достаточно раз в 2-3 месяца очищать его от пыли. Для этого можно использовать пылесос с узкой насадкой. Насадка для чистки в труднодоступных местах. Глаза и нос можно протереть влажной салфеткой. В продолжении темы по уходу за вещами мы расскажем, как легко удалить пятна краски. Я думаю, что многие хозяйки сталкивались с трудновыводимыми пятнами. И очень жалко, когда из одного небольшого пятнышка вещь приходится выкидывать. Так вот, если это пятно от краски, то теперь ваша вещь еще, правда, служит очень долго. Для того, чтобы вывести пятно от краски, загрязненное место смачивают скипидаром, ацетоном или керосином, а затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления краски с поверхности ткани. Вывести старые пятна краски можно, если размягчить их скипидаром, а затем очистить концентрированным раствором питьевой соды и смыть теплой водой. Пятна от водоэмульсионной краски выводят с помощью тряпки, смоченной раствором уксуса в воде. Один к одному. И в завершении нашей программы рубрика, где опытный ветеринар расскажет нам о всех хитростях обращения с домашними животными. Сегодня мы расскажем, как распознать болезнь собаки. Дело в том, что наши самые важные, самые милые члены семьи не могут нам рассказать о своих страданиях. Мы можем догадываться об их болезнях только по их внешнему виду и поведению. Так сейчас опытный ветеринар расскажет нам, к чему стоит присмотреться. Степень определения болезни собаки зависит от степени внимательности его к своему питомцу. То есть первый признак – это отказ от корма, поведение, отклоняющееся от обычной нормы. То есть здоровое животное всегда весело, подвижно, активно играет, проявляет эмоции. Больное животное всегда стремится куда-то спрятаться, лежать, не реагирует на посторонние звуки, отказывается от еды. Также могут быть рвота, может расстройство желудочно-кишечного тракта быть. Вот это такие отклонения. Может быть кашель, может быть какие-то отеки, опухания, глаз. Это при аллергической реакции, допустим, жалящее насекомое укусило, сразу начинается отек. Отек – это тоже не весьма безобидная вещь. Если отек переходит потом, как и у людей, на дыхательные пути, животное может просто вздохнуться. Поэтому чем внимательнее относишься к своему животному, тем быстрее обнаруживаешь отклонения в поведении. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, на календаре 29 декабря, вторник. И мне искренне хочется пожелать, чтобы последние предновогодние дни были наполнены только положительными событиями. Чтобы ничто не омрачало вашего настроения. А если что-то все-таки произошло, относитесь к этому философски. А ведь все плохое имеет свойство заканчиваться. Всем отличного настроения, хорошего вторника. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»